Темой Всемирного дня борьбы со СПИДом является лозунг «Время действовать сейчас» – привлечение голоса молодёжи в ответ на ВИЧ-СПИД. Это особенно актуально сегодня, когда в нашей стране 2015 год объявлен Годом молодёжи. Ведь именно молодые люди являются носителем творческого, прогрессивного. Именно молодые люди привлекаются к проведению социально-экономических преобразований. Проблема ВИЧ-СПИД не исключение. Пятое место среди причин смертности в мире занимает эта коварная инфекция. Число людей, живущих с ВИЧ в мире, составляет 35 миллионов человек. В Беларуси зарегистрированных носителей инфекции ВИЧ – более 19 тысяч. В Брестской области – полторы тысячи. 112 случаев выявлено в 2015 году. Стремится уменьшить эти цифры, свести их к нулю. Цель любого мероприятия в этот день – цель акции «Вместе против ВИЧ». Сегодня проводится акция с целью, чтобы ещё раз напомнить молодёжь, какая проблема существует в Беларуси и в Брестской области по профилактике ВИЧ-инфекции. И акция называется «Вместе против ВИЧ». У нас водостная группа 15-29 лет составляет 47% среди ВИЧ-инфицированных. Но у нас одна группа, которую мы тоже контролируем, это 15-19 лет. Их у нас, если в прошлом году было два человека, в этом году пока ни одного нет из этой группы молодёжи, заболевших ВИЧ-инфекцией. То есть мы нацеливаем свою работу тоже, с работой студенческой молодёжи. Это не первое и не единственное мероприятие, которое проводится в области, основная цель которого – через развлечения привлечь молодёжь к проблеме эпидемии. И задача эта выполняется успешно. Сегодня уже много научных достижений в области лечения ВИЧ. Есть законы, защищающие инфицированных людей. И знаем мы о проблеме гораздо больше, чем 30 лет назад. Но даже знания не заставляют задуматься людей о своей безопасности. О том, что есть незыблемые житейские истины, такие как верность, порядочность, мораль, любовь. По-прежнему беспорядочные половые связи – лидеры среди причин заражения ВИЧ. Пути передачи по Брестской области ВИЧ-инфекции – это 67% за этот год, 2015-е, это в результате сексуальных контактов. И остальные пути – это у нас инъекционный введение наркотиков и 1% – это от матери к ребёнку. Всемирный день борьбы со СПИДом напоминает всем, что ВИЧ не исчезает. По-прежнему жизненно необходимо повышение осведомлённости, борьба с предрассудками и совершенствование знаний о ВИЧ. Я считаю, что те люди, которые сюда пришли, и для меня считаются важным днём, потому что мы сможем дать надежду людям и объяснить им, что ВИЧ-спит – это опасная инфекция. И доказать им, чтобы они делали свой выбор правильным. На данный момент, к 2015 году, 1 октября, сейчас в Бресте 220 человек ВИЧ-положительных. И мы знаем, что это реальная угроза, и надо предупреждать, оповещать молодёжь, потому что невежество губит людей. А потому алой нитью через мероприятие прошла знаменитая символическая красная ленточка – международный символ борьбы со СПИДом. И чем больше людей наденут этот знак, тем громче будет голос тех, кто требует внимания к проблеме миллионов людей. Вдумайтесь в цифры. По состоянию на 1 октября текущего года в Брестской области среди ВИЧ-инфицированных умерло 327 человек. Время действовать сейчас. Поколение свободное от ВИЧ – это реальность.